16 команд каждый год выходят на арену, чтобы доказать верность своему знамени. Но в конце останется только одна. Три, два, один. Начинайте колодные игры. И пусть удача всегда будет с вами. Итак, напишем-ка сценарий про новый MacBook Air с процессором M3. Чего бы тут интересного рассказать? 120 Гц добавили? Нифига. Так, я не понял, какой из них на M3? Синий или золотой? Да какая разница? 120 нет. Может 4 терабайта добавили? Сейчас загуглю. Нет. А что, реально процессор что ли только новый? Ну так и напишем. Новый процессор. О, в Wi-Fi же закинули 6E. Ну это, кстати, полезно. А еще теперь версия на 16 плюс 512 идет не как кастом, а в базе для уже готовых конфигов. Ну типа раньше было 8 плюс 256 и 8 плюс 512, а теперь есть и третий вариант 16 плюс 512. Ну клево же. Оператива на этих M-процессорах важна как воздух. Ну и собственно все. Беги еще поблагодарим. Бла-бла-бла. Всем спасибо за внимание. И такая история. И на этом можно было бы закончить обзор. Но вы на канале Розеткит. Я вас просто так не отпущу. И с пальца высосу информацию. Но чтобы было интересно. Распаковка. Яблоки есть. Есть и кабели в цвет корпуса. Вам может быть не видно. И он типа белый. Но по факту он не белый. Он такой. Ну такой. Ну ладно. Шутки про это оставлю для комментариев. Блок питания в комплекте на 35 ватт. И как приятно два Type-C. Почему в остальные зарядники для маков, айпэдов, айфонов не ставят две дыры? Сам мак. Давайте по факту. Для кого Air? Ну вот точно не для меня. Памяти мало. Оперативки тоже мало. Процессор не такой мощный. Но есть другой пример. Наш главный редактор. Человек, ставший при жизни легендой. Народный артист Советского Союза. Лауреат государственной премии и премии ленинского комсомола. Вот так я хотел начать наш ролик в принципе. Но потом подумал. И просто хочу сказать, что это человек, который творил эпоху. И сам стал эпохой. Человек, которого я безмерно люблю и уважаю. Мэтр. Прошу любить и жаловать. Данила. Ну так вот. Данила самый большой фанат линейки Air в нашем офисе. Причина банальная. Вес. Когда ты таскаешь с собой макбук, айпэд, фотоаппарат и еще кучу барахла. То начинаешь ощущать каждый лишний грамм на спине. Это факт. Я бы и сам хотел Air. Но чтобы 8 терабайт, 120 герц и мощность M3 Max. Но извините. Хотя в любом случае, макбук Air именно на 13 дюймов сейчас самый оптимальный макбук для всех. На Apple M2 и Apple M3. Так если хочется мак, что выбрать-то? Вот базовые рекомендации от меня. В 2024 сразу же отметаем версию на 8 гигабайт объединенной памяти. Потому что были надежды, что выйдет версия на 16 гигов сразу же. Но после того, как Apple показали макбук Pro 14 с M3 и там 8 оперативы, надежды рассыпались в пыль. Здесь минималочка тоже на 8. И, конечно, ноутбук от нее страдает. Берите сразу на 16. С другой стороны, это отличный вариант для тех, кто хочет залететь в мир макбуков подешевле. Но очевидно, что самая минимальная версия стоит дешевле. Но и Air Sam 2 становится дешевле в США, в Европе. А значит, скоро и в России. И, в принципе, начать можно именно с него. Есть и хорошие новости. Даже две. Во-первых, Apple поставили два нан-чипа для минимальной версии на 256 гигабайт. Поэтому память теперь такая же быстрая, как версии на 512, либо на 1 терабайт. Это прекрасно. То есть вы можете взять кастомную версию на 256 гигабайт SSD, добавить до 16 оператива и уже хорошо. Вторая новость. Если раньше было две базовых конфигурации, 8 плюс 256, 8 плюс 512, появилась третья сейчас 16 плюс 512 гигабайт. То есть это не кастом. Его не нужно ждать. Ты пришел и купил, и ушел. И доволен. Хотя и кастомные сборки тоже никуда не делись. Память можно расширить до 2 терабайт. Оперативку до 24 гигабайт. Максималка выйдет в 2300 долларов США. В Дубае почти 9,5 тысяч дирхам. Или где-то 240 тысяч рублей. Плюс доставка и что-то дороговато уже нахрена, ну надо, согласен. Поэтому вот золотая середина. В прямом смысле, кстати, золотая, потому что ноутбук золотой. 16 плюс 512 гигабайт. 6300 дирхам. Или примерно 155 тысяч рублей. По курсу на момент записи ролика. А купить знаете, где такой макбук? У biggeek.ru, у магазина, ставшего при жизни легендой, лауреаты народной премии. Лауреаты премии ленинского комсомола. Авторитетный, почетный магазин. Магазин, который я безмерно люблю и уважаю. Магазин, который творил эпоху и сам стал этой эпохой. Biggeek.ru. Ссылка в описании. Кстати, хотите легендарную интеграцию еще следом? Поехали. Такой вопрос к вам. От нейросетей еще не устали? А в этом году их еще больше и будет еще больше. Но ничего плохого. Хочу умные штуки в смартфонах. И Самсунг молодцы. В линейке Galaxy S24 сделали собственный Galaxy AI. И прямо сейчас и здесь большинство функций уже работают. И что самое главное, на русском языке. Красота. Пишите сообщения в любом мессенджере. А искусственный интеллект предлагает переписать в разных стилях. От формального до сленгового. Может вставить хэштеги, написать вежливо и так далее. Круто и все нативно работает в любом месте, где есть клавиатура. Или вот заметки. Закинули туда статью, получили краткую выжимку. Плюсом нейронка отполирует текст, исправит ошибки и структурирует его. И да-да, работает на русском. С фотографиями тоже песня. Пока редактируете фотку, можно убрать, переместить объект или вообще кропнуть с дорисовкой границ. Работает как магия. Купить любой смартфон серии Galaxy S24 можно в салонах экосистемы МТС. В том числе в рассрочку. В подарок получите беспроводные наушники Galaxy Buds FE и подписку МТС Premium на 3 месяца, куда входит онлайн-кинотеатр KION, МТС Music, книжный сервис строки, а также 50 гигов дополнительного трафика. Все подробности по ссылке в описании. Так вот, почему не 8 гигабайт оперативной памяти? Я про это не раз рассказывал. Несмотря на все усилия Apple, производители софта не особо-то и хотят оптимизировать свой софт. И звания самых ленивых оптимизаторов получают ребята из Адоба, потому что, ну, вот на Intel, что оно жрало оперативку безмерно, что на процессорах М ситуация не изменилась вообще никак. Как кушал безбожно Lightroom Classic, так и кушает. Поэтому при запуске Lightroom все начинает знатно лагать. На этапе экспорта так вообще ком просит пристрелить его и не мучить. И мы уже не раз проводили тесты, но вот вам для сравнения. Разница в экспорте 100 одинаковых файлов в Lightroom, открытие 100 файлов в Photoshop и дорожке в Logic Pro на M1 на 8 гигабайт, M2 на 8 гигабайт и M3 на 16 гигабайт. Ну, вы посмотрите на эти цифры. Нравится? Выводы делайте сами. Но это не все. Что еще M3 полезного нам принес для Air? Apple, естественно, сравнивает M3 с первым поколением. А вот что со вторым? И да, если вы забыли, напомню, M3 выполнен по 3-нанометровому техпроцессу. В M2 используется 5 нанометров. Но на автономности это вообще никак не сказалось. Те же 15 часов серфинга и до 18 часов просмотра фильмов. Air в целом всегда был топом по автономности. Можно работать спокойно и раз в два дня заряжать. Это один из главных плюсов. И, пользуясь случаем, передаю привет ноутам на винде. С шестью часами автономности. И то, если звезды на небе сложились. А так вообще, три. Чтобы вас не загружать, вот вам сравнительная таблица с тестами. Стало лучше, но не чтобы, конечно, ах. Кому интересно, опять же, ставьте на паузу. И самое важное из этого. Новый Air в тестах местами на уровне базового MacBook Pro 14, но по GPU проигрывает. Оно и ясно. Там есть охлаждение, здесь его нет. Хорошо, если не брать во внимание цифры. Гейминг, может быть, на этом ноутбуке уже возможен. Ну, Dev Stranding запустить можно. И при этом получить 50-60 даже кадров. Но, если вы выключите вообще все улучшалки, все эффекты, ну, то есть минимальные настройки поставите, то да, играбельно будет. А так, уже пора купить себе консоль, если вы покупаете себе Mac. Не надо играть вот на этом в игры. Кроме этого, Air на M3 поддерживает кодек AV1. И это полезнейшая вещь, особенно на YouTube некоторые ролики именно в этом кодеке используются. Но тот же DaVinci Resolve до сих пор не добавил поддержку к себе в софт AV1. И видео там безбожно тормозят. Вопросы не к Apple. Оно появится. Это полезно, но пока мало где применимо. А еще, и знаю точно, многие ждали возможность подключить два монитора сразу. И некоторые из-за этого покупали Pro-версию. Теперь это можно сделать и с MacBook Air. Правда, порта Type-C, как и было, два, так и осталось два. И они, собака, только с левой стороны. На одной стороне. Ну, логичнее же добавить третьего сюда. Но он просится. Ну, Apple, ну, пожалуй, ну, или хотя бы разнесите их по сторонам. Бесит. Страшно. И связь, повторюсь, улучшили. Wi-Fi 6E вместо 6. Не седьмой, конечно, в стиле Apple. Но он быстрее стал и дальнобойнее. А еще тут три микрофона, как и раньше. Но их улучшили, потому что функция изоляции голоса появилась. Улучшение четкости голоса в голосовых и видеозвонках. Полезная, конечно, фишка для меня. Я первым делом камеру заклеиваю. Итого, давайте резюмировать. Вот таблица с полными характеристиками MacBook Air на M3 и на M2. Можете поставить на паузу, если вы их видите впервые. Ну, а если вы только что перемотали сюда, лень смотреть ролик, то и рассказываю еще раз. Wi-Fi 6E, два монитора можно подключить. Процессор M3 стал значительно лучше. AV1 кодек поддержки есть. В остальном никаких изменений. Если у вас есть деньги, и вы хотите лучший универсальный MacBook, и вам нужно побольше памяти, берите 13-дюймовую версию. Если надо, чуть побольше экрана, 15-дюймовую. Точно вас не расстроит этот компьютер. Он прекрасен, он легкий. У него отличный экран. Да, не хватает 120 Гц, но, извините, либо легкий, либо 120 Гц. И в тысячный раз говорю, не надо брать версию на 8 ГБ объединенной памяти. И, естественно, это идеальный вариант для тех, кто страдает с MacBook Air на M1. И, опять же, у кого 8 ГБ памяти. Вот, перейдя на такой компьютер, вы катастрофическую разницу и счастье ощутите. А вот с Air M2 переходить не надо вообще. В принципе, можно купить Air M2 вместо Air M3. Будет дешевле. Значит, еще информация. Версия на 8 ГБ плюс 512 ГБ получит два дополнительных ядра на графику. Это тоже прирост небольшой. Стоить такой будет где-то 135 тысяч рублей с учетом доставки из Дубая в тех же. Версия на 16 ГБ плюс 512 ГБ будет стоить около 175 тысяч рублей. И версия на 16 ГБ плюс 512 ГБ будет стоить где-то 1200 рублей. А еще держите в голове, что версия Midnight и Space Grey будут очень марки. Они собирают отпечатки пальцев ну, прекрасно совершенно. Apple, конечно, сказали, что покрытие улучшили и все стало хорошо. Но лучше не рисковать. Вот прислушайтесь ко мне. Берите либо версию Starlight, либо Silver. И пока я вам язык заговариваю, вы, наверное, подумали, нахрен эти Air'ы, что-то как-то сложно. Пойду куплю себе MacBook Pro 14 базовый SM3 и будет мне счастье. И технически лучше. Там экран мини LED 120 Гц. Батарейку держит еще краше, чем Air. Я за вас уже погуглил, 155 тысяч рублей стоит версия на 8 плюс 512 ГБ. И 8 оператива, повторюсь, это не вариант. То есть мы его не рассматриваем. А версия на 16 плюс 512 стоит уже где-то 220 тысяч. Психологический барьер пройден. Поэтому вам здесь решать. А что касается MacBook Air, компьютер, который при жизни стал легендой. Такая история. Продолжение следует. Продолжение следует...